Российская ракета «Союз» сегодня утром не смогла стартовать с космодрома Байконур. Сперва о причинах отмены запуска молчали, но пару часов назад стало известно, что дело в неполадке заправочной мачты. Она почему-то не смогла вовремя отделиться от ракеты. Но когда же теперь полетит ракета и почему этот срыв так расстроил американцев, выяснил наш коллега, корреспондент издательского дома «Коммерсант» Иван Ждакаев. Российская ракета «Союз» действительно не смогла сегодня утром взлететь с космодрома Байконур. Но этот сбой должен испугать в первую очередь американцев, ведь «Союз» должен был вывести в космос именно американские спутники. После того, как США отказались от своих космических кораблей, шаттлов, американские грузы в космос доставляет Россия. Запуск с Байконура ракеты «Союз» должен был состояться сегодня в 6 часов утра 58 минут. Но за 7 секунд до старта взлет был остановлен. Не отстыковалась кабельно-заправочная мачта. Все бы ничего, не запустили «Союз» сегодня, запустим завтра. И на Байконуре, похоже, никто особенно и не волнуется. Вот только неудачный запуск должен насторожить американцев. Мало того, что на незапущенном «Союзе» находилось 6 американских спутников, так ведь в ближайшие 5 лет США не смогут самостоятельно доставлять в космос своих астронавтов. Это будем делать мы. Буквально 3 дня назад американский шаттл «Атлантис» отправился в свой последний полет к Международной космической станции. На этом 30-летняя история шаттлов заканчивается. Многоразовые космические корабли оказались слишком дорогими и неэффективными. К концу 2010 года общие затраты достигли 200 миллиардов рублей, что в 4 раза больше, чем планировалось изначально. Вместо 300 полетов они выполнили всего 135. И у США, конечно, остаются и сейчас космические амбиции, включая полет на Марс к 2030 году. Но вот более приземленные космические задачи, такие как обслуживание МКС, будем выполнять мы. Россия теперь монополист космических перевозок. Уже сейчас заключенные договоры. За 4 года наши союзы доставят 12 американских астронавтов на МКС. И Россия получит за это 753 миллиона долларов. И все равно для штатов это выгоднее, чем иметь собственную программу. В среднем американцы тратили на шаттлы по 6 миллиардов долларов в год. А теперь заплатят меньше миллиарда за 4 года. Россия. Правда, специалисты все больше ставят под сомнение саму необходимость существования международной космической станции. Содержать людей на орбите необоснованно дорого. При том, что современные приборы уже научились заменять человека. Так что для России критически важно, чтобы шаттл все-таки взлетел. И повторный запуск намечен уже на завтра. Спасибо, Иван Ждакаев, о том, кому и чему теперь придется покорять космос.